Привет всем, это я. Сегодня я направляюсь на один дом, объект, так сказать лучше. У него протекает крыльцо, на котором положена плитка. Но крыльцо это находится на втором этаже. Балкон называется. Дом очень огромный, очень дорогой. Сейчас очень рано утро. Еду в глубинку куда-то. Моя цель это... Я уже там был, смотрел, оценивал, прикидывал, что там можно сделать. Но кратко объясню, что было сделано. Это было сделано два года назад. Я в этом участвовал, но я плитку там не клал, просто помогал. Я тогда этих людей только-только первый раз увидел, с кем я работаю. Это... Не скажу, что это деревня, но недалеко от города, минут 15 езды в глубинку. Очень хорошее место, очень-очень нравится. Здесь стоят пасеки, пасутся везде, тут по углам коровы. Дома большие, богатые. Земельные участки огромные, поля, кукуруза, воздух свежий, птички, олени на каждом углу. В том доме, где я буду работать, там у него здоровая конюшня, у него были кони раньше. Я покажу потихоньку немножко, я расскажу об этом. Там два озера у него, и на этом озере уже больше, чем пять лет не разрешается рыбачить. Когда к нему подходишь, там лапти прыгают. Не то, что рыбки, там лапти. Вот плитка была на балконе, я продолжаю, да, вот эту тему. На балконе была положена плитка, и она буквально вот меньше, чем полгода назад стала протекать. Была сделана гидроизоляция, там положено волокно, стекловолокно было приклеено. По этому стекловолокну была нанесена обмазочная гидроизоляция, потом наклеена плитка. А швы были затерты специально полиуретановой затиркой. И все-таки это стала конструкция протекать. Когда я там был, я просто поковырял пальцем эту затирку, затирка разваливается. Короче говоря, затирка дала течь. Ну а под затиркой вся эта мембрана гидроизоляции, эта RedGuard, тоже дала течь. Вот, дом выставляется на продажу. И хозяин хочет не оставить после себя никаких косяков. Хозяин с большими деньгами, поэтому он очень добросовестный. И я вот еду это делать. Покажу, как вытаскивать эту затирку. Она местами, конечно, сохранилась, местами она развалилась. Не знаю почему, даже образец старого, это вот бакета, ведерко с затиркой, она даже в нем развалилась. Она не должна была так себя вести. И вот эту вот затирку мы отдали даже на анализ производителю. Потому что это не есть дело. Была куплена дорогая затирка, а в итоге мы попали. Ну не мы, а они. Сейчас что я буду делать? Я буду вычищать швы. Всю ночь шел сильный дождь. Сейчас на небе не облачко. Почищу швы, подожду часок, чтобы это подсохло на солнышке. И покажу материал, которым я буду заделывать швы. То есть купили специальный полиуретановый силикон, приближенный по цвету. И этот силикон используется на замазках трещин в асфальте. В бетоне, на улицах, на пешеходных дорожках, во всех местах. И даже используется в бассейнах. Вот я этим силиконом полиуретановым буду затирать эти швы. Ну не затирать, там надо будет заделывать, аккуратненько разравнивать его. И надеюсь, что на какое-то время этого хватит. Потому что другой вариант это ломать все. Полностью выносить всю плитку, ломать всю гидрозоляцию. И ломать, выносить всю основу, которую сделал предыдущий строитель. Кто строил дом именно. Вон там новенький дом строится. И уже там даже две машины стоят. Работают уже. Выносить всю под основу. И делать все заново. Не знаю там что. Бетонная стяжка с гидрозоляцией. Фабер-глаз там класть. Гидрозоляцию делать. Я вообще предлагал сделать стяжку. И положить резиновую мембрану, как в душ делают. Потому что получается тот же самый душ. Большая площадь под дождем. А под низом у тебя кухня. Близина она будет держать. Вот, вот, honey for sale. Вот здесь домик продается honey. А вот он. Вот она красная конюшня. Вот этой конюшней я вчера провел почти весь день. А вот он дом. Сейчас мы в него заедем. Тут еще шлагбаум ставит. Надо открывать. Ждем немножко. Вот на зерце. Вон цапляка стоит. Кто видит, вон по центру цапля. Все, ворота открыты. Едем дальше. Опа, там он катер. Мы направляемся в конюшню. Дом огроменный. Я в нем сколько раз работал. Вон цапля. Ай, проехал. Тут озеро полное живности. Это вот одно из них. Вон она стоит. Зума у меня на этой камере нету. Замерла, а бедная. Испугалась. Вон в той конюшней я сейчас буду. Там у меня инструмент припрятан. Огромная территория здесь. Там у нас заднем дворе яблони растут. Вот в этом озере много-много-много рыбы. И много дичи. Здесь по всей территории ходишь. Вот эти вот гуси загадили всю дорогу. Хуже, чем коровы гонят. Вот даже если вы видите на дороге, вот они, эти шишки-то все. Все гадость от гусей. Все от гусей. Они здесь все газоны удобряют. Вот я сюда в тенек встану. Все, оставайтесь. Будет дальше. Вот я забрался на второй этаж. Как раз на то место, где я собираюсь работать. Вот она проблемная плитка. Сейчас я покажу, в чем проблема. Вот подо мной. Сейчас прям конкретно подо мной. Под этим мы под этой плиткой. Это вход в дом. Главный вход. Ну, не знаю, как главный. Считается не главный. Тут у него несколько входов главных. Ну, сейчас покажу. Сейчас только ножик достану. Вот это полиуретановая затирка должна была быть. Сейчас, где солнце побольше. Вот она. И она вот она. Она должна держать гидроизоляцию. А на самом деле она вот она рассыпается. Она должна быть как резина. По рекламе. И вот та же самая история произошла в ведре с этой затиркой. Она уже примикс. И она прям рассыпается. Открываешь другую фирму, другой бренд. Ведро тоже старое. Она до сих пор живая. А засохшие участки, где есть, она даже... Её не сломать. А это вот она. Или какой-то брак, или недочет. Вот в чём-то здесь есть. Вот, короче говоря, сейчас я буду это вот всё вытаскивать. Песок один остался. За два года. Они там надавали гарантию ещё для них 10 лет. Всё, вот сейчас я это почищу. Видимо, придётся какой-то у меня там пылесос в гараже стоит. Пылесосить швы. Всё выковыривать, пылесосить. Главное ещё ножом мембрану внизу не прорезать. Чтобы дополнительные точки протечек не создать. И я пойду с СВА. Сейчас покажу, чем я буду это делать. Ножик, ножик, ножик. Вот она. Вот такая штука. Master Sealing P1. Мы вот это Master Sealing P1, когда я работал в сантехнической компании, они различны цветов. Белые, прозрачные, серые, чёрные. В принципе, этот цвет хорошо сюда подойдёт. Вот он цвет. Замазывали гидроизоляцию, канализацию. Заставляли именно все дренажные соединения с резьбовой. и резьбой заделывать именно вот этим MP1 seal. High Performance Polyurethane Sealant. То есть, хорошая штука. Я знаю то, что у нас в Geopartner там живу. Там уже второй год заделаны швы по периметру бассейна. Там большой палец толщиной. Вот таким вот силам. С силам там. Таким вот силиконом. И до сих пор пластичным пальцем нажимаешь. Там гибкая. Всё как резина стоит. Без базара. Под солнцем, под летом, под зимой. Всё стоит. Под холодом. Кому интересно, вот смотрите. Такой силы. То есть, надо я вышлю. Кому надо. Кому необходимость такая есть. То, что вот эта штука не продаётся в обычных магазинах. Тут даже написано, что в составе есть вещества, которые вызывают рак. И они запрещены к продаже в обычных магазинах. Только для специалистов, специализированных магазинах. Для тех, кто умеет с этим работать. Так что, если кто-то найдёт информацию об этом, почитает и скажет, что ему нужно, я могу выслать. Но это надо будет ехать покупать отдельно. Давайте. Оставайтесь на связи. Я сейчас начинаю чистить. Почищу, покажу. И как буду наносить его. Решил показать, как я очищу, а потом вопросы не задавали. Вот такая вот есть штукенция. Ну, это вообще-то нож для цементной плиты. Здесь победитовые наконечники острые на краях у него, да? Когда цементную плиту наотрезаешь в одном месте, ломаешь. Она отрезана как нанос. Вот она и хорошо подходит, чтобы прочистить эти швы. О! Затирка местами, конечно, есть. Твёрдая. Ну, в большинстве, в своём случае, это ирунка. Вот так вот она. Затирка. Даже чувствуется, что она ещё мокрая. Она ещё мокрая внутри даже. То, что вот дождь проходил. Ну, а теперь я как бы от краёв плитки затирку эту отрежу. Или обчищу. И потом он здесь вот поближе, куда этот инструмент не подлазит, ножом. Я посмотрел, что я не порежу эту гидроизоляцию, потому что здесь ещё у меня встречается слой клея керамического. Всё подмёл в швах. И сейчас это жарища такая стоит, что у меня уже руки все мокрые. Я такой вот уголок почистили. Я представляю, что я буду здесь истекать потом сегодня. Сейчас эти швы постоят, плитка нагреется, просохнет всё. Я пылесосом перед силиконом пройдусь, чтобы убрать лишнее. И покажу, как делать силикон правильно. То, что этого меня тоже учили. Именно учили, а не так, как кто-то там показал, кто-то сделал. Потому что когда я работал в компании по установке ванных и душей, там именно сдавали экзамен по этому делу. Всё, давайте. Оставайтесь на связи. Будут новые видео. Так что вот, друзья мои, закончена подготовка. Ну, на 95% скажу, закончена. И это... Прочисил я швы. Сейчас солнышко подпечёт маленько плиточку. Там ещё в тени швах есть влага. По периметру вот туда же зелень. Если видно... Да, видно зелень. Тут была брезентуха натянута, чтобы не протекала. И под этим брезентом вот влага стояла и зелень пошла. Ну, это я сейчас протру, всё сделаю. Пропылесошу. Протру края спиртом. Поверхностные. Там, ацетоном или что там. Вроде спирт у меня есть. И... Дам ещё маленько подсохнуть. Чтобы уже дать гарантию полную. И начну делать силикон. Ну, не силикон, а клин, как это... Полиуретановый силикон. Вот здесь у меня одно место ещё осталось. Это клей там. Вытащился клей, когда его не почистил, он остался. Сейчас это буду разбивать. Аккуратненько молоточком. Моя тоненькая твёрточка, или зубила. Всё это буду делать. Вот оно озеро. Очень хорошее. Лодочка есть. Вон там уточки стоят. Тут прилетела большая стая гусей. Прям вообще огромная. Не знаю. Штук, наверное, 20 их было. Кудахтали, кудахтали. Сейчас улетели, сорвались куда-то. Может быть, в Тенигинке отсиживаются. Где-нибудь там, в заводе. Вон там я вижу, вот лодка. Справа вот этот вот бережок, да. Вон они, два гуся сидят. Отдыхают. Вот такая вот природа. Это вот кормушка тоже для птичек. Ладно, пошёл я принесу спирт, салфетки, зубила, прочищу. Попью чаёк, дам этому месту подсохнуть и начну делать силикончик. Оставайтесь. А, вот она она. Вот эта брезентуха была... Было гнездо. И вот она, оса прилетела. Летает. Ищет гнездо своё. Вот она возвращается. Именно в этом месте она кружит здесь. Здоровая гадюка. Именно здесь это гнездо было. Надеюсь, на меня не укусит. Они агрессивные гады. Ну, вот сколько у меня начистил, где там свет. Вот приличное количество на шкаре было. Всё, оставайтесь на свет. Всё, работа сделана. Смотрим. Понадобилось мне три тюбика. Три полных тюбика. Я уже думал, придётся открывать четвёртый. Но хватило прям тютюлька в тютюльку. Ну, смотрим, как получилось. Смотрится вообще хорошо. Цвет идеально подошёл. Сливается с фоном плитки. Не нравится вообще. Надеюсь, теперь гидроизоляция, так называемая гидроизоляция, будет стоять и держать всю воду. Это в водостойке два штуки. Надеюсь, всё будет хорошо. Неких повторных звонков. Но если будет повторный звонок и будет сильная протечка, то уже один вариант остаётся. Это всю плитку поднимать, ломать там основание, класть резину и делать всё заново. Больше выходов я не вижу. Хотя, можно срубить плитку. Здесь есть порог ещё. Высота позволит. Снять плитку и уже постелить резину и сверху всё сделать. Чтобы экономить время и деньги, и свои силы. Вот этот, по сути дела, вариант тоже, да. Порог позволит поднять пол выше. Смотрим. Ко мне гуси прилетели. Я нанюхался, и гуси прилетели. Вон они, по сути. Травку пошли щипать все. Гурьбой. А вон там ещё одни. Если видно. На мысе сидят. Не знаю. Штук десять примерно. Приехал ко мне газонокосильщик. Здесь поработал. Покосил все газоны. И гуси пришли травку щипать. Её уже общипали все. Они пришли её глушить. Ну вот и всё. На сегодня. Вся моя работа. Ставьте лайки, если нравится. Если не нравится. Не смотрите видео. Можете ставить дизлайк. Звать друзей. Обсуждать. Всё. На этом я закругляюсь. Собираю вещи. Уже половину вещей спустил. Остальные осталось погрузить. И поехать домой. Давайте оставайтесь. Рабочий день закончен, друзья. Едем домой. Жарищи. Поворота нам открываются. И мы выезжаем. Машина нагрелась. Ужасно нагрелась. Всё. Дорогу вы видели. Neighborhood вы видели. Сейчас покажу дом, где Хани продаётся. Вот он дом. Сразу за этим забором. Там Хани продают. Вот здесь даже вывеску. Смотрите. Хани for sale. Можно зайти, постучать в дверь и спросить Хани. Всё. Давайте. Счастливого пути. Мне и вам.